Секрет в чем? Как вы думаете, чтобы нам спастись от наказания ада? Кто хочет ответить на это вопрос? В чем секрет? Как мы можем спастись от наказания ада и заслужить великую милость Аллаха Сухаммадану на прощение грехов из Ати-Враги? Основное что? Истихфар. Что такое стихфар? Просить прощения Аллаха Сухаммадану. Во время стихфара, как вас зовут, сестра? Галия. Как мы? Ханума или Каляш? Потому что на старая тему будет про это еще, про стевидные отношения. Вот как самое главное. Во время того, как мы просим Аллаха прощения, как мы должны просить? Изврине. От чистого сердца и искренно. То есть бывает, знаете, иногда человек, например, берет четкий 구�又 смотрит по стран telelah��ización, просит Аллах прощения, думает о чем-то другой. Такой стихфар принимаете или нет? Нет. Поэтому, что правильно виллях сказала, что самая главная искренность должна быть с Аллаху Сухану Ак-Аллаху. Вот когда мы этого же самого шейха Абгурмухаселя, он проводил пятничную проповедь имам мечети. 25 лет он является имамом мечети пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям. Представляете, он говорит, каждый раз, когда я захожу в михрам, в нишу проводить намаз, у меня дорожат руки и ноги. 25 лет, а причем 25 лет. Я говорю, почему? Потому что здесь стоял на этом месте пророк саллаху алейхи вассалям. Я сейчас заместо него провожу в этой мечети намаз. Эта мечеть, посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям, рядом его могилы. Я не знаю, что происходит. В Мекке, когда проводят рядом с Киабой, легче проводить намаз, нежели здесь. Здесь некий такой трепет есть. Может быть, здесь Бур'ан был неспослан. Может быть, Мауду аль-Вахи. Может быть, здесь пророк саллаху алейхи вассалям стоял. Но не передать вот этот трепет. И когда я увез в мечеть на проспект мира провести пьяничную хутбу, я говорю, шейх, какое сегодня радостное событие. Субханаллах, сегодня вы имам мечети, посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям, проводите джубаа намаз, все мусульмане России радуются. И он на меня посмотрел и сказал, самое главное, пусть Аллах примет это. Пусть Аллах саллаху алейхи вассалям примет это. А я у него спросил, айна сир, а в чем секрет? Я ему задал вопрос, в чем секрет, что он Аллах принял? Он говорит, ответ в Кур'ане. Я говорю, в каком аяте? В сурате Таубы, где все вышли Аллах субханаллаху алейхи вассалям сказал, я айюха лавина аманут тякуллах, вакуну ма ассадикой. О, верующие, бойтесь Аллаха. Часто мы читаем в Кур'ане, бойтесь Аллаха. Если вкратце сказать, что такое, как понять, бойтесь Аллаха? Упавание Аллаха. Если вкратце, Кур снова сказать, не будь в том месте, где бы тебя не хотел видеть Аллах, и не оставляй те места, где бы тебя хотел увидеть Аллах субханаллах. Это вкратце. Так вот. Уакуну ма ассадикойн и бойтесь вместе с правдивыми, говорит Священ Аллах, искренне. И он говорит, это маклабу дуньявы, это то, что Аллах требует у нас за эту жизнь. А какой надиджа, какой результат в судный день, говорит в другом аяте. Запомните, уважаемые братья и сестры, я хочу, чтобы это было правило всей нашей жизни, во всех вопросах, в намазе, поклонении, в семейных отношениях, к уважению к старшим, вообще в деловых отношениях. Будьте честными, будьте искренними. И ответ на это в другом аяте, Аллах субханаллах уже описывает в судный день, говорит, это тот день в судный день, когда искренне поможет их искренность, говорит Священ Аллах. Представляете, вот все мои учились в университетах, правильно? И бывает такое, субханаллах, мы экзамен, до экзамена мы берем книжку и повторяем уроки, повторяем, субханаллах, остается пять минут, преподаватель говорит, профессор говорит, через пять минут начинается экзамен. И в этот момент, что ты говоришь сам себе? Если ты учил, то можешь повторить, пять минут тебе поможет. Если ты не учил, хоть часто будешь повторять, тебе не поможет. Ловит. И вот здесь также, в Сибири Аллах субханаллах приводит пример, говорит, вот судный день наступил, искренность поможет искренне. Человек не был искренным, с Аллахом, с людьми не был искренным, ничего ему сегодня не поможет. Ни его хач, ни его намаз, ни его посты, ни его садака, ничего ему не поможет. Поэтому вот этот вот ответ. Поэтому я призываю всех нас, иншаллах, быть искренными, в первую очередь с Аллахом, и простить прощения искренно у Аллаха субханаллах. И эта искренность нам поможет в судный день.